Российским судьям повысят зарплату, а как же, ну так они и страдались на маленькой зарплате, представляете, вот многие судьи, вот эти российские, они же думают, что они и пенсию будут повышенную получать, не сидеть где-нибудь на Индигирке и Колыме, ну те, кто доживут, те, кого в первые дни, так сказать, восстание не успеет народ повесить, потому что, ну в основном же судьи первыми прикончат, вы же понимаете, там пока там КГБшник, где у него на лице, что ли, написано, что он КГБшник, да, там пока их установят, там кто-то из них убежит, кого-то поймает, ну тут уже жар спадет, там прекратятся, уже как бы, насилие прекратится, осудить, вот он, скотина такая, за сплошную лишал меня, там, или еще что-то скажет, там, за пьянку за рулем и так далее, то есть будут за конкретные, то есть конкретные люди, будут их карать за конкретные их дела, причем, вы же понимаете, это может быть и судья-то вот в данном конкретном случае, за что его будет карать данный конкретный человек, может он и не виноват, может этот скот действительно пьяный ехал там и так далее, ну там положено, скомандовали, всех лишать независимо ни от чего, ну лишил его, все, но на самом деле в общем-то карать-то их будут не за это, а за то, что они судьи, за то, что они путинские судьи, за то, что они беспредельные судьи, за то, что в тюрьмах сидят люди просто так, за то, что следствие дает огромное количество фальшивок, да, они их утверждают приговорить, за то, что гражданские дела не решают в пользу того, кто дал денег, или в пользу того, за кого позвонили и попросили, ну или там скомандовали и так далее, за это, за это, ну а там уж, только бы Путин не повесился, ну в общем, то, что неплохо так, да, помните, как садистский стишок был такой, я помню, в детстве, в первом классе очень любили бы его читать, я спросил электрика Петрова, ты зачем ходил на шею провод, но молчит Петров, не отвечай, только ветер труп его качает, вот, так что, тоже вариант, повесившийся Путин, тоже неплохо. Продолжение следует...